Ваня, вставай на занятия, опаздываешь, быстренько поднимайся, утро уже. Спасибо большое, Анна Ивановна. В политехническом общежитии практика будить студентов действует не первый год. Правда, услугой пользуются далеко не все. Большинство отказываются, говорят, и сами можем проснуться. Но к некоторым подход особый, в основном это касается парней. Те родители, которые просят будить, мы, конечно, будем. То есть, как бы, эта работа у нас проводится. То есть, мы, не то, что это услуга обязательная, но индивидуально мы как раз подходим к этим детям, которых, если родители просят, либо деканаты просят. За своевременное пробуждение студентов отвечают заведующий общежитием и штатный психолог. Они считают, что это часть воспитательной работы. И общий утренний подъем во всех вузах, говорят сотрудники общежития, новшество исключительно положительное. Правда, с такими методами воспитания не согласны родители студенческой молодежи. Нет, я не думаю, что нужно будить. Это мне напоминает, есть такая специальность по подниманию пингвинов. Это то же самое, что поднять пингвины. Поэтому нет, студент должен сам вставать, сам просыпаться. А вот сами студенты не против таких нововведений. Вообще, меня тяжело очень разбудить. Поэтому еле как с будильником вставим. Не ругаешься на тех, кто будет? Нет. А хочется? Ну, иногда бывает, когда не охотится вставать. Некоторые приезжают, они даже суп себе сварить не могут, не то, что встать по утрам. Для первого курса обязательно должно быть, потому что они приехали только с дома. Их будили родители, и сейчас они не понимают, что происходит. Но впоследствии это нужно убирать, потому что иначе они так никогда не повзрослеют. В классическом и медицинском вузах о предложении Росстандарта наслышаны, но признаются, что от новой идеи не в восторге. Самодисциплина должна быть в любом, уже взрослый человек. Самодисциплина должна быть. Между тем, новое правило – утренняя побудка – прописано в новом госте о содержании в студенческих обрежитиях, которое утвердил Росстандарт. Вести его вузы должны с 1 марта 2019 года. Валентина Скерова, Павел Лаурнин. Наши новости.